Зал потихоньку заполняется юными зрителями и их родителями, а актёры Московского театра «Империя» готовятся выйти на сцену, чтобы порадовать театралов постановкой «День здоровья» или «Добрый доктор». Больше всего на свете я люблю зверей. Со всех сторон они приходят мне лечиться. У кого болит живот, у кого зуб, у кого хвост, у кого там хитрость какая-нибудь распаяется. И каждому я даю лекарства, и они тут же выздоравливают. Труппа театра «Империя» собралась в 2014 году и за время своего существования успела поставить пять спектаклей для детей. В планах переходить на новый уровень и делать постановки для зрителей всех возрастов, но пока актёры получают удовольствие от работы с малышами. Кто-то скажет, публика это сложная, но артисты так не считают. Дети – самая справедливая, самая правильная, самая правильно оценивающая публика. Самые честные люди на свете – это дети. То есть их не надо веселить. Им нужно историю искренне и честно рассказывать. Не по книге или мультфильму, а вживую познакомиться с постановкой по произведению Корнея Чуковского «Айболит» стало возможным благодаря руководству музея-заповедника «Горки Ленинские», которые этим летом запустили программу «Детские сезоны». Мы стали ходить сюда на новогодние праздники. Нам очень понравилось. В первых несколько раз мы тяжело, конечно, сидели, смотрели, но потом втянулись и ходим теперь на каждый спектакль. Нам очень нравится. Спектакль «Добрый доктор» вызвал особый ажиотаж среди зрителей. Вечные темы добра и зла, обмана и правды. «Айболит» вошел в контакт с ребятами, которые помогали доктору вычислять лентяев, пришедших к врачу с единственной болезнью – нежелание работать. Я узнала, что надо хорошо себя вести. Не обманывать, не жадничать, не красть. Вести себя нормально, не кричать. Под впечатлением остались даже взрослые. Нам понравилось, весело, интересно, задорно. Каждую неделю в «Горках» можно увидеть новый детский спектакль. В зале всегда аншлаг. Минимум декораций, но максимум актерской игры и детских эмоций, которые малыши, не скрывая, выражают на своих лицах. Юлия Погосяна, Евгений Садовский, Ольга Садовская. Видно этого.